Друзья, всем здорова! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Ну что, начинается наше новое путешествие. В этом видео я подробно расскажу, куда я еду, в какой отель я еду, расскажу про цену, за которую я купил этот тур. В общем, подробно-подробно, чтобы потом не возникало никаких вопросов, потому что многих это интересует. Но вначале нам нужно развесить белье, потому что машинка только что постирала. Давайте этим и займемся. Ну что, белье развешено. Давайте буду показывать, куда мы едем. Так, я здесь уже складываю свою технику. Открываем наш ноутбук. Итак, страна, в которую я еду, это... Барабанная дробь. Не Египет. Не Мальдивы. Турция. Вы, наверное, скажете, Алексей, ты что, сошел с ума? Я уже, наверное, как? А, мы тогда улетали 11 августа, вот. То есть за полтора месяца я уже третий раз лечу в Турцию. Вот в этом месяце я был в начале месяца, и вот уже лечу под конец месяца. То есть, ну, почему именно Турция, скажу так. Потому что огромное количество стран сейчас закрыто. Турция страна большая, разнообразная. Вот. Каждый регион отличается. В каждом регионе можно посмотреть что-то интересное. Поэтому думаю, ну, а что бы не слетать? Потому что тут постоянно говорят, что закроют границы. Кто-то говорит, не закроют. Короче, тут что-то непонятное происходит. Я вот думаю, есть время, есть желание. Думаю, что бы не съездить. Правильно? Итак, вот показываю наш отель. Смотрите. Ну, первое, на что я повелся, это, конечно же, картинка. Так, регион. Регион. Я буду ехать в Бодрум. Я сейчас озвучу информацию заранее. Заранее, еще до того, как я поехал. Видео выйдет до того, как я поехал. То есть, если кто-то захочет вдруг, там, ну, планирует ехать, то в этот регион, там, из подписчиков, то мы можем, в принципе, с вами пересечься. Отель, в который я еду, называется Бодрум Холидей Резорт и СПА 5 звезд. Вот так вот заявлено. Когда, ну, вот, многие, наверное, кто покупают этот отель, все ведутся на вот эту картинку. Ну, во-первых, 5 звезд. И вот эта вот картинка, видите, где отель показан с высоты птичьего полета. То есть, он находится на горе. Вот. И кажется, что он мега супер крутой. То есть, все там супер классно. Так вот. Я, если честно, на эти картинки особо не ведусь. Вот. Потому что я-то ж понимаю, я летать не буду. И я буду смотреть на этот отель совсем с другого ракурса. Так вот. То есть, даже есть отели, знаете, там, вот тоже в районе Бодрума, показанные на островах находятся. Вот. То есть, огромнейшая территория. Но издалека-издалека сфоткано. Я сразу понимаю, что я же буду смотреть-то с земли. Летать у меня не получится. Поэтому этот вид сверху я не увижу. Вот так вот. Поэтому стоимость тура 620 евро на двоих. Так вот. Я уже рассказывал, что мне не с кем было ехать. Я записал видос в Инстаграм. То есть, кто хочет поехать со мной, мне написал мой, как будущий попутчик. Так вот. Я даже с ним не знаком. И мы уже познакомимся с ним в аэропорту. И я вам его покажу. Этого человека я никогда в жизни не видел. Так вот. И мы никогда с ним даже не общались. Вот такие дела. В этот отель, скажу, можно было поехать и намного дешевле. Там была стоимость. То есть, на следующий день вылета за 570 евро или 580 евро. Вот как-то так вот. Но мы, короче, долго-долго думали. Точнее, я долго думал. Вот. Какой отель выбрать. Думал где-то в городе. В Бодруме самому выбрать, чтобы можно было погулять. Потому что этот отель находится от центра, по-моему, килотра 4. Так вот. То есть, ну, в принципе, при желании в центре Бодрума можно дойти и идти. Примерно 1 час показывают гугл-карты. Так вот. Автобусы, я не знаю, там ездят, не ездят. Уже будем разбираться на месте. Так вот. Даже была стоимость. Я вот смотрел всякие горячие предложения. То есть, туда можно было поехать, если не ошибаюсь. То есть, было супер-предложение. Кстати, предложение на вот как раз на наши даты утром. 470 евро. Мы едем за 620. Вот. Поэтому, смотрите. Я вот... Ну, а вообще этот отель в районе 900 евро. Вот так вот стоит, мне сказали. В принципе, ну, наша цена тоже, в принципе, отличная. Так вот. Я иногда показываю, что иногда могу словить классную цену. В этот раз я уже не стал париться, потому что можно было полететь еще, подождать 5 дней. И там, возможно, тоже были бы такие прям... Ну, то есть, сэкономили бы на двоих там 100 евро еще примерно так вот. Но уже, думаю, по 50 евро на человек это оттягивать. А там неизвестно, что будет через 5 дней. Поэтому уже, ну, решили все-таки взять и все. Так вот. По отзывам. Ну, отзывы реально странные, потому что многие... Вот я захожу на сайты с отзывами. Многие пишут, что тут прям супер все классно, все офигенно. Кто-то пишет, что просто ужас. Вот. Никогда сюда бы не вернулся. Ну, я вот буду, конечно, сравнивать с предыдущей поездкой. Мы ездили вот в Marmaris отель Ideal Prime Beach Hotel. Вот. Я подробно показывал. Там было, конечно, все круто. Здесь я по входкам смотрю, что он такой уже подуставший. Вот. Но единственное, что говорят, это классные панорамы, классные виды. Поэтому я еду с таким настроем, что я не попаду в какой-то классный отель. Мне кажется, он будет какой-то такой подраздолбанный. Вот. Это мои ощущения. Посмотрим, что будет на самом деле по приезду. Я вообще хотел брать городской отель. То есть, такой скромный-скромный. Я показывал, как мы ездили там с Ильей. Жили в таком маленьком городском отельчике. Но, получается, посмотрел. Эти отельчики стоили в районе 500 евро на двоих. А этот стоил 570. Мы хотели выезжать на день позже. В принципе. И вот за сумму сколько я сказал? 570 или 580 уже? Не помню. Так. Думал, что там 80 евро на двоих. Но потом мы все-таки не успели купить этот тур. И в итоге взяли чуть подороже. Вот. За 620. Короче, летим к какой компании? Кстати, вот туроператоры. Ну, и что вы понимали. Цена еще зависит от туроператора. Вот. И от того, какие будут вылеты. В принципе, вылеты у нас, я бы сказал, удобные. Нас будут забирать. Мы туда вылетаем в 7 часов утра. Не, хотя вот в 7 часов утра это неудобный. Вот. Ну, ладно уже. Ну, неудобно это когда вылетите с маленьким ребенком. Вот. Хотя, в принципе, даже получится немного поспать. Так. Потом рано-рано утром приедет такси. Точнее, ночью отвезет меня в аэропорт. Вот. Все-таки, надеюсь, поспать удастся. И назад мы будем вылетать. Должны были вылетать в 6 часов вечера. А будем вылетать вообще в 9 часов вечера. То есть, у нас будет еще целый полноценный день. То есть, можно сказать, у нас будет по прилету полноценнейший день. То есть, мы прилетаем все в 7 вылет. В 9 часов мы уже в Турции. Как раз доехали. Там отель находится возле аэропорта. Вот. Как раз подъедем к завтраку. Я думаю, часов там завтрак обычно до 11 вроде идет. Ну, Диана меня расстроила. Только что она сказала, что на завтрак я не успею. Потому что завтрак до 10, а мы в 9 чем-то только прилетаем. В общем, будем надеяться, что, может, успею на второй завтрак. Знаю, вы будете за меня переживать. Успею на завтрак, не успею на завтрак. Но посмотрим, в общем. Но, в любом случае, в 12.30 там уже обычно начинается обед. Так что, голодным не останусь. Чем интересен этот регион? Тем, что, когда смотришь на картинку, в принципе, есть такие прям жестко отфотошопленные картинки. Вот. И ты не понимаешь, куда ты едешь. Есть там фотографии такие тусклые. Кажется, такое какое-то некрасивое море. Какие-то там горы. Что-то такое вот непонятное. Но я тоже самое, ну, думал, когда мы ехали в Мармарис. Думал, едем куда-то так. Что-то вообще там непонятно. Но когда ты приезжаешь и видишь это вживую, конечно, очень красиво. Вот так вот. И думаю, в этой поездке будет все тоже очень круто и очень красиво. Потому что отель находится на горе, в Бодруме там, в этом регионе много количества отелей, которые находятся именно на горе. То есть он как, знаете, как в Египте в Шар-Мальшехе я показывал. То есть отель как спуск. То же самое и здесь получается. Отель на горе, там к пляжу нужно спускаться. То есть буду вам это все подробно показывать. В этом регионе, вот именно там, где мы будем, в Бодруме, там уже будет 100% Эгейское море. Потому что вот в Мармарсе мы были, там еще сказали больше средиземного. Средиземное считается теплее, чем Эгейское. Вот. Сказали, это место очень сильно похоже на Грецию. И из всех регионов, если, например, брать там, ну, возьмем Аланье, вот считается самый теплый такой регион. И вот, например, когда уже там ноябрь месяц, октябрь, рекомендуют больше туда ехать, потому что там теплее всего будет. А получается Бодрум, он в этот период будет как один, ну, самый холодный регион. То есть там будет прохладнее всего. Так что я вам все подробно рассказал. Смотрите, в предыдущей поездке я реально, считаю, купил по очень классной цене тур. Такую цену можно было, ну, как бы очень сложно поймать. Эта поездка за такую цену, то есть, за эту цену может купить каждый. То есть, вот такая цена бывает очень часто. Поэтому, кто там говорил, что Алексей, для тебя делают специальные цены. Ну, на самом деле, повторюсь, это неправда. Просто вот успел купить по классной цене. То есть, круто. В этот раз я не успел купить по классной цене. То есть, она как бы классная, но можно было, я уже показывал, там купить и за 400, сколько там, 80 евро, по-моему, я говорил, да. Вот, то есть, за такую цену я не успел купить. Поэтому 620 это, в принципе, такая цена, по которой сможет любить купить каждый. Но с вылетом из Киева. Вот так вот. То есть, место вылета тоже имеет значение. В этот раз у меня будет скромная, пацанская, черная вот такая вот сумка. Вещей, наверное, буду брать по минимуму. Но я вам скажу по секрету, что, в принципе, много вещей у меня нет. У меня очень мало вещей. Потому что зимой, например, я люблю носить футболку. И сверху просто одеваю теплую куртку. У меня есть только один свитер, который я практически не ношу. Вещей, я выбрасываю много вещей, но я вам так скажу. Я хожу по магазинам, и мне иногда сложно что-то купить. Вот. Иногда бывает, о, увидел, быстренько купил и все. А так я просто ненавижу ходить по магазинам. Я не знаю, что с этим делать. И вот ненавижу долго выбирать вещи. Так вот. Поэтому из-за этого у меня минимум вещей. Даже все мои вещи, весь-весь мой гардероб, ну, не считая зимних курток, там, футболки, носки, вот, все влезет в эту сумку. Вот, все. Это все-все мои вещи. Так вот. Из курток у меня, по-моему, только три куртки. Одна весенняя кожаная, и одна такая теплая зимняя. То есть, вот они, куртки мои. Больше курток нету. Кстати, надо реально пойти купить какую-то весеннюю. Так вот. Есть у меня еще, вон, зеленая висит. Но она уже такая, как сказать, выгоревшая на солнце. Ее, наверное, носить не получится уже. И она немножко маленькая на меня встала. Есть еще такая под пиджак, но, ой, под пиджак, под рубашку. Но рубашки я не ношу, поэтому основной гардероб из курток это вот и все. Берем носки. Потом я подумал, можно на всякий случай взять реально рубашку в эту поездку. Если Диана узнает, она меня убьет. Потому что с ней я ходил только в футболках-майках. А тут я что-то вдруг надумал брать рубашку. Просто я выбросил много футболок. Возьмем вот эту зеленую, вот эту светлую, темную майку-алкоголичку и зеленую майку-алкоголичку. Также возьмем серую футболку и черную футболку. Я вам скажу, знаете, самые мои любимые футболки это серая и черная. Потому что они, в принципе, подходят под все. Потом берем голубые шорты, синие шорты с листочками. Желтые шорты, это чисто ходить там в номере. Ну, это мой второй вариант для купания. И красные шорты для купания. Осталось это все аккуратно, красиво сложить. Ну и, конечно, беру еще светлые шорты. И, наверное, возьму джинсы, потому что вдруг будет прохладно. Я не знаю, но на всякий случай. Потому что, говорят, это один из таких прохладных регионов. Но, как мне сказали и как я почитал. Вот, как оно окажется на самом деле, не знаю. Не возьму, наверное, еще кроссовки в эту поездку. Ну что, вот это вот весь арсенал вещей, которые я беру с собой. Вот еще теплая кофточка, на всякий случай. Вот это и все. Конечно, самая главная вещь, если с собой везете много техники, это удлинитель. Вы не представляете, он вписывает меня в каждой поездке. Потому что иногда в номерах так неудобно расположены розетки. Иногда в номере бывают просто одна или две розетки. Вот, поэтому удлинитель, это мой спаситель. И самое главное, я не сказал, что в нашу путевку уже входит страховка от невыезда. Потому что есть путевки, где не входит эта страховка, ее можно дополнительно делать. То есть, если у вас там вдруг, сейчас сами знаете, какая ситуация. То есть, в тот момент, когда вы приехали в аэропорт, там поднялась температура. Вот. То вас, конечно, наверное, в самолет не пустят. Так вот. И вот в такой ситуации, то есть, там уже страховка это покрывает. Вот так вот. Поэтому здесь у нас такие страховки есть. Так, отвечу еще на ваши вопросы. Вот часто пишут, говорят, Алексей, купи квадрокоптер. Видосы тогда будут еще круче, красочнее. Вот. Я думал по поводу квадрокоптера, но я уже когда-то говорил, что... Короче, вот тот же самый Египет, когда я был, там огромное количество воинских частей. Там, где вот находятся отели. Так вот. И я думаю, что не дай бог. У меня просто забирали камеру в аэропорту. Так я незаметно снимал. Там пограничники увидели. Это рассказывал в Испании было. Забрали камеру, все пересматривали. Люди рассказывают, вот с квадрокоптером такие же самые иногда проблемы бывают. Но иногда, когда ты возишь в страну, бывают так придалбливаются. В общем, не знаю, там вот по поводу Турции. Короче, в Египте чрезвычайное положение. В Турции тоже это было. Возможно, уже этого нет. Потому что везде какие-то есть вот эти военные конфликты. Какие-то мелкие, в какой-то стране крупной. И, короче, когда ты нечаянно подснимешь какую-то воинскую часть, какой-то вот объект такой, который нельзя снимать, то потом могут быть огромные проблемы. Вот так вот. И я из-за этого просто, чтобы не было проблем, как бы снимаешь камерой, и никто тебя не трогает, и все нормально. Если, думаю, начнешь летать с квадрокоптером, то могут быть проблемы. Также спрашивают про камеру. Смотрите, снимаю я на камеру Sony S300. Вот. Но эту камеру я брал уже давно. Ну, сколько давно? Года, наверное, три назад. Да, где-то так получается. Вот. И сейчас я думаю... Я просто совершенно случайно, когда мы летали на парашюте в Аланье, там нам тоже давали камеры GoPro. Вот. И потом с них сбрасывали информацию. И я, получается, снимал... Диана снимала на GoPro, а я взял свою камеру. И я, когда монтировал, то есть там были кадры с моей камеры, с камеры GoPro. Я посмотрел, насколько крутое качество у GoPro. Ну, вот. Намного круче было, чем у моей камеры. Вот. Хотя то была не последняя модель. Сейчас уже вышла, вы знаете, GoPro 9. Там, если кто знает, расширили батарею. То есть она стала большей емкостью, чем предыдущая модель. Я так быстро смотрел обзоры. Плюс там какая-то супер крутая стабилизация. Есть 5К. Ну, конечно, чтобы снимать в 5К, должна быть мощная техника, чтобы это все дело потом обрабатывать. Но вот даже на примере с тем же парашютом, там был какой-то простенький формат. Вот. Но даже вот в HD, по-моему, если я не ошибаюсь, она тогда снимала. Вот по сравнению, можете найти вот видосы с парашюта. Это вот предыдущие, вот там, где была они. И там, где летает Диана, это снято на GoPro. Там увидите, насколько четче картинка идет. И вот на Sony S300, получается, картинка идет какая-то немножко такая, размазанная. Вот так. Это такие мои наблюдения, вот. Поэтому, думаю, в ближайшем будущем, наверное, поменяю камеру. Ну, вообще, это я к чему говорю, что, например, камера, например, вот эта Sony AS300. Потом есть капельку дороже Sony X3000. Она уже снимает 4К. Вот. И GoPro 9, в принципе, разница там по цене не особо такая прям колоссальная. Вот. Если вы выбираете для себя камеру, обратите на это внимание. Вот. Возможно, кто-то уже купил себе 9 GoPro. Напишите отзывы, как вам нравится, не нравится. Вот. Стоит брать или не стоит брать. Ну что, вещи собраны. Я вам с вами поделился информацией, куда лечу. Следующие видео будут уже не в домашней обстановке. На этой прекрасной ноте заканчиваю видосик. Я уже ночью отправляюсь в аэропорт и рано-рано утром буду вылетать. Всем счастья, добра, всего самого хорошего. И самое главное, путешествуйте. Пока.